Улица Луначарского в пяти минутах ходьбы от администрации. Но это не мешает коммунальщикам игнорировать ее в плане уборки. Транспортный поток здесь плотный с утра до вечера. В здании бизнес-центра расположены офисы различных организаций, магазины, кафе и банкоматы. Чтобы припарковать машину, приходится заезжать прямо в сугроб, жалуются водители. Почти на дороге стою. Дорога сужается? Дорога очень сильно сужается. Прежде чаще приходится стоять. Парковка, конечно, проблема есть. Во-первых, машинами все заставлено, а во-вторых, абсолютно не почищены обочины. Так что вот, нужно учесть это. Дом Нарджиники-30 и вовсе социально важный объект. Прием населения здесь ежедневно ведут специалисты двух учреждений информационного, расчетного и многофункционального центров. Машины заполонили всю улицу. Найти место на парковке в Часыпик практически невозможно. Многие оставляют транспорт в соседних дворах. А это двор на Володарского 124. Здесь за уборку снега отвечает управляющая компания «Перспектива». Но вызвать спецтехнику жителям двухэтажной деревяшки бывает непросто. По их словам, специалисты УК зачастую не реагируют на звонки. Люди переживают не за себя. Первая потайка и подъехать к дому той же неотложке будет невозможно. И проехать опять будет. Кто проезжает, баксовать, бегает, просит лопату, дай лопату, чтобы откидать снег, выехать. Затем вот домом, вот за зеленым, делали водопровод и канализацию для садика. Разрыли всю дорогу. И потом ее уже окончательно хорошо после этого не сделали. То есть у нас постоянные рытвины. Токси к нам заехать не может, когда у нас весна, осень, вот разливы идут. Первые два объекта – зона ответственности муниципальной службы благоустройства. Приводить в порядок центральной магистрали – их задача. За своевременную и качественную уборку во дворах отвечают управляющие компании. Но если конструктивный диалог не получается ни с одной, ни с другой организацией и, по мнению жильцов, ситуация близка к чрезвычайной, администрация города предлагает не молчать, а передавать информацию в единую диспетчерскую Котласа по телефону 055 или 20251.